В Красноярске перед судом предстанет дорожный инспектор, которого обвиняют в избиении задержанного водителя. Надо сказать, что сам пострадавший далеко не ангел. Когда пьяного шофера остановили для проверки документов, он попытался ударить стража порядка, а тот в итоге отомстил нетрезвым мужчиной, как только заковал в наручники. Призвать автоинспектора к ответственности удалось лишь спустя полгода, когда видеозапись избиения была обнародована. Эти кадры комментирует Элина Никольская. Патрульный автомобиль, два инспектора и нарушитель. Последний, это сразу бросается в глаза, сильно пьян, еле ворочает языком, да и ведет себя, мягко говоря, не очень спокойно. Убрай руки, ***. Руки убрай, давай убей, чё. Пьяного водителя остановили на дороге, попросили предъявить документы, а в ответ получили отпор и весьма дерзкий, с укусами, ударами и отборными ругательствами. Кто ты вообще-то сам прохожусь, не п***й? П***й. П***й. В долгу стражи порядка не остаются, много не разговаривают, больше делают. И мировоздействие вряд ли можно назвать законными. Вот это, например, наказание за то, что молодой человек совершил покушение на независимого свидетеля этого представления. П***й, не трогай, а? П***й, не трогай, что ли? Понятно, ты не думаешь. Дура, на чём ты камеру трогаешь? Да, на чём ты камеру трогаешь? Весь этот фарс снят ещё полгода назад и только сейчас возбудили уголовное дело. В отношении инспектора и вот за что. Удар по лицу, какая-то доля секунды, и хулиган мгновенно трезвеет. Удивлённо зирается по сторонам, такого не ожидал точно. Тогда в действиях инспекторов не нашли ничего криминального, мол, всё было в рамках закона. Этот удар, в принципе, правомерный. И он как не удар, я вам больше скажу, а отвлекающее действие было. Обошлись служебной проверкой. Инспектор отделался воспитательной беседой. А Евгению Нинашкину, по его словам, написать заявление на обидчиков не позволили. И лишь спустя шесть месяцев в страшный порядок удалось призвать к ответственности. Правда, к уголовной только одного, который бил. Важная деталь. Нинашкин утверждал, ударили его дважды. Вот якобы второй раз. Но если внимательно просмотреть эти кадры, видно, что хулиган сам хочет нокаутировать полицейского. Бьёт головой в живот. А вот в режиме реального времени будто виноват страж порядка. Понятно, что клиент полицейским попался не самый приветливый, но из-за рамки закона выходить не рекомендуется. Хулигана, конечно, усмирить можно, но бить-то зачем? Но на этот вопрос инспектору теперь предстоит отвечать следователям. За превышение полномочий ему грозит до 10 лет тюрьмы.